Юбилейный 15-й международный медиафорум в Алматы начал работу серии мастер-классов. Поделиться опытом и секретами журналистского искусства и рассказать о том, как меняется медийное пространство и технологии. Приехали ведущие специалисты и акулы-пира из США, стран Европы, Юго-Восточной Азии, Индии, а также стран ближнего зарубежья. В первый день на площадке медиафорума проходят семинары и мастер-классы, 7 тренингов, 7 актуальных тем, социальные медиа-каналы в цифровую эпоху, этика подачи новостей, подходы к освещению событий в местах военных конфликтах и боевых действий. Мы постарались сделать так, чтобы затронуть все вопросы, волнующие современное общество. От цифровизации медиа до вопросов гендерного равенства. Думаю, что каждый профессионал найдет здесь нечто свое и откроет близкие ему темы по-новому. Тема будущего мобильной журналистики вызвала у участников особый интерес. Мобильные технологии, по правде говоря, постепенно отходят назад и уступают место виртуальной реальности. Мои очки, в которых я сейчас, уже позволяют снимать видео и вести репортаж с любого места на Земле. И цифровые приложения, программы позволяют размещать то, что я вижу и говорю на медиа-каналах. При должном подходе это может стать конкурентным инструментом современной журналистики. Делегаты сегодня много говорили об ответственности журналиста. Для обсуждения этой темы диалоговая площадка форума подходит прекрасно. Такие площадки очень полезны для профессионального развития и для установления контактов с максимальным количеством тех людей, которые работают или интересуются информационной сферой. Такой форум – это одна из площадок, которые помогают уставлению хороших, рабочих, дружеских контактов открыть друг друга лучше, понять друг друга лучше, для того, чтобы обмен информацией был и с первых рук, как мы говорим, и быстро и качественно. Завтра на Евразийском медиафоруме выступят знаменитые обозреватели и журналисты, представители ОБСЕ и ООН. В работе форума также примут участие экономисты и политики. Владимир Бовхис, Валентин Лобанов, Алматы, Хабар-24.